Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Арис, я торолог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные и позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад, который называется «Серьезное отношение, любовь, брак». Расклад будет достаточно глубокий, но практически все из вас могут загадать мужчину. То есть, если, к примеру, даже вы находились в каких-то отношениях, но не удовлетворены данными отношениями, то также можете поучаствовать в данном раскладе и посмотреть, действительно, будет ли у вас еще и серьезные отношения, и брак. Я буду рассматривать разные форматы отношения, то есть, в первую очередь, конечно, серьезные отношения, любовь, ну и перспективы брака, естественно, тоже. Вот. А также, где, когда вы встретите этого мужчину и по судьбе ли он вам. Кроме того, карты, если покажут, да, то есть, если это кармическая связь, то обязательно карты это покажут, и я об этом вам скажу. Дальше, девочки, конечно, напоминаю вам, что это все-таки общий онлайн-расклад, конечно, его точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите на Viber или WhatsApp, контакты смотрите внизу под этим видео. Именно пишите, потому что звонок девочке очень сильно мешает проведению консультаций и записи видео. Также, напоминаю вам, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии, не важно ваше мнение, и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. И еще на моем канале проводится конкурс на лучшую тему, обязательно поучаствуйте. Внизу под этим видео есть ссылочка на конкурс, где нужно оставлять темы, да, и коротенькое видео, в котором я рассказываю об условиях проведения конкурса. И еще, девочки, обращайте внимание на подсказки, которые появляются вверху, на ссылочки на другие мои видео, которые также вам будут интересны, ответят на любые ваши вопросы, помогут наладить ваши отношения с мужчинами или улучшить ситуацию в любых других сферах вашей жизни. Итак, начинаем сегодняшний расклад. Я приготовила две колоды карт. Это Таро Арканум и маленькая колода, из которой я буду вытаскивать буквы. Это буквы имени. Но не у всех это именно имя. У некоторых имя, у некоторых получается фамилия. У кого-то, судя по комментариям, иногда бывает отчество, да, или буква в фамилии какая-то, или в имени, да, то есть не всегда. Ну, это все потому, что очень большая, конечно, аудитория. Поэтому так и получается. Буквы русские, естественно, потому что я говорю, я носитель русского языка. И снимаю видео, конечно, только на русском языке. Может быть, может быть, в перспективе все-таки выйду на то, чтобы снимать видео на английском языке, но пока именно на русском. Так, поэтому и буквы на русском, естественно. Итак, девочки, приступаем. Новые отношения, да, серьезные отношения, любовь, брак. Итак, для начала я выложу одну карту, да, будут ли вообще у вас эти самые новые отношения. А потом уже будем смотреть дальше. Дальше уже буду делать расклад конкретно по каждой позиции. Как всегда на моем канале в раскладе будет 4 позиции. Ну, а я уже сказала, что расклад я буду делать конкретно по каждой позиции. Итак, первый вопрос все-таки я задам, девочки, не этот, да, не о том, что будут ли новые отношения у вас вообще. А для начала давайте посмотрим, первая карта, есть ли в вашем окружении сейчас, на данный момент, мужчина для серьезных отношений с перспективой брака. Вот такой вопрос мы зададим, а потом посмотрим, где, когда, какого. Поэтому выбирайте позицию и будем уже делать расклад. Итак, сосредоточьтесь, девочки, на себе, на своей собственной интуиции, без какого-либо мужчины. Конкретно на себе сосредоточьтесь, почувствуйте действительно свою собственную интуицию и выберите ту позицию, которая вас прямо вот притягивает. Бывает так, что притягивают две позиции. Можете выбрать две. Но три, честно говоря, это слишком много. Все-таки старайтесь остановиться хотя бы на двух. Но если уж притягивают три, прослушайте три. Видимо, ну, девочки, все-таки аудитория очень большая, да, поэтому может быть так, что вы в какой-то одной позиции, часть, я знаю, во второй и в третьей, да, то есть бывает так, что, ну, вот конкретно вашей позиции нет в раскладе, да, поэтому вот вас тянет две или три, так бывает, три позиции. Тогда что-то с одной позиции проиграется, что-то с другой, что-то с третьей. Итак, даю вам три секундочки для того, чтобы вы сделали выбор. И приступаем. Я немножечко отодвину карты остальные, чтобы у меня было место для расклада. Итак, первая позиция. Есть ли сейчас, на данный момент, в вашем окружении мужчина для серьезных отношений с перспективой брака? Да, девочки, есть. И это король Пентакли. Это мужчина, у которого черные волосы, темные глаза. Он где-то есть в вашем окружении. Мужчина действительно настроен серьезно, на серьезные отношения. Скорее всего, на отношения реально с перспективой брака. Понятно, что вы уже сами будете решать, захотите вы или нет с этим мужчиной быть в браке. Но именно вот этот мужчина в вашем окружении есть, и он реально идет вам для серьезных отношений с перспективой брака. Дальше. Мужчина практичный, можно сказать, даже прагматичный. Мужчина, который при должности умеет зарабатывать деньги, зарабатывает. Готов, собственно, вас обеспечивать. В общем-то, обеспечить вам достойную жизнь именно в материальном отношении. Мужчина умеет любить, конечно, но при этом вот стихия земли, то есть по пентаклям это стихия земли, это знаки зодиака, телец, дева, козерог, они вот такие, знаете, медлительные очень. То есть сначала продумывают шаги. То есть мужчина, который не способен вот так вот спонтанно действовать. Но для многих это очень хорошо, то есть может с вами тоже все разные. Я не знаю, подходит вам такой мужчина или не подходит. Но вот, судя по картам, видимо, подходит. Мужчина действительно достойный, действительно с серьезными намерениями. Ну, давайте посмотрим дальше. Дальше я задам вопрос. Какие у вас с этим мужчиной отношения были в прошлом? Чтобы вы смогли определиться, что за мужчина. А в прошлом у вас именно с этим мужчиной отношений не было. У вас были отношения с каким-то другим мужчиной. И, возможно, они между собой друзья или знакомые или родственники. Были отношения у вас с мужчиной в светлый шатен, с голубыми или зелеными глазами. Мужчина щедрый, добрый, веселый, чувственный. Вот этот мужчина, да, может спонтанно предпринимать что-то, да. Способен на какие-то такие необдуманные поступки. А вот этот, который идет вам для серьезных отношений, нет. Ну, давайте еще спросим, как ты, какие у вас с этим мужчиной отношения сейчас? Ну, сейчас по четверке мячей я хочу сказать, что нет у вас отношений с этим мужчиной, именно вот который серьезный вам идет, но он где-то есть в вашем окружении. Дальше посмотрим, когда у вас произойдет встреча с этим королем Пентаклей. Даже не встреча, а когда у вас начнутся вот эти самые серьезные отношения. По двойке Пентаклей серьезные отношения у вас начнутся, скорее всего, через два года. Когда вы с ним встретитесь, когда вы поймете, что это именно он идет вам для серьезных отношений. Все-таки про встречу надо. У него еще не решены все проблемы с его бывшей женой. То есть там еще не закончены отношения. Поэтому именно через два года он идет вам для серьезных отношений. Вот как, девочки, интересно. То есть сейчас бесполезно, бесполезно начинать что-то. И будет, видимо, еще длиться. Может быть, у них только-только сейчас состояние как бы развода. Вот поэтому карты так и говорят. Дело в том, что по королеве мечей я могу сказать, что встреча-то будет. Но еще до серьезных отношений будет далеко. Встреча будет у вас зимой, девочки. Зависит от того, конечно, когда вы смотрите данное видео. Встреча будет зимой у королеви мечей. Вот поэтому вот смотрите. Или поздней-поздней осенью, скажем, ноябрь. Но, тем не менее, серьезные отношения все равно идут через два года. Давайте посмотрим перспективу брака с этим мужчиной. Ну, перспективу брака даже не могу сказать по королеве жезлов. Насколько же у него поклонниц. Переживать вы будете от того, что из-за того, что много у него женщин, много поклонниц. Женщинка одна его завоевать пытается, другая к нему с чувствами. И все-таки перспектива именно у вас с этим мужчиной из-за полного брака. Да, перспектива брака есть. Ваш роман будет развиваться очень быстро и страстно. А вот каким будет брак с этим мужчиной, давайте посмотрим. Ну, брак будет замечательным, как бы очень счастливым. Вот, вы будете себя чувствовать, действительно, вот по колеснице и по шестерке жезлов, конечно, будете чувствовать себя очень и очень счастливым. Будут, конечно, и конфликты. Но я хочу сказать, что, смотрите, вы будете переживать из-за того, что вот у него... Вы увидите зимой, увидитесь, он сейчас уже есть в вашем окружении, да. Вот, ну, встреча, встреча будет зимой, но еще у него будут незаконченные отношения с его бывшей женой. Вот, я не сказала по возрасту, да. Мужчина старше 35 лет. Но если вы сами старше 35 лет, то, скорее всего, мужчина старше вас на год 2-5. Может быть и ровесником. Вот, а вот если вы младше 35, то имейте в виду, что мужчина старше 35. То есть здесь может быть и намного мужчина вас старше. Зависит от того, сколько вам лет. Вот, как бы он еще будет, ну, не готов начать с вами отношения. Поэтому не нужно его завоевывать, как-то вот проявлять к нему что-то. Тем более у него есть еще две женщины, получается. Одна его завоевать пытается, другая к нему с чувствами. Вот, а он к вам, да. То есть не стоит из-за этих других женщин переживать. Потому что он к вам со страстью, с любовью, именно к вам с серьезными отношениями он будет добиваться вас. Да, вот этот момент имейте в виду. То есть не нужно кидаться, завоевывать его и добиваться. Вот, или там чувства к нему проявлять. Подождите, подождите, не спешите. Он сам вас завоюет, сам проявит к вам чувства, сам вас добьется. То есть мужчина достаточно сильный. Вот. Перспектива брака есть. По колесниц еще хочу сказать, что именно брак с этим мужчиной вам по судьбе. Вот. Но, девочки, по судьбе это не говорит о том, что это брак на всю жизнь. Что вы проживете до самой старости и умрете в один день. Да, конечно, об этом не говорит судьбоносная карта. Потому что даже если мужчина по судьбе, то, ну, в нашей жизни, все время говорю о том, что жизнь как река переменчива. Но никогда ничего в нашей жизни нет постоянного. Вот напишите мне в комментариях, что есть постоянное в нашей жизни, в чем можно быть уверенным на 100%. Напишите мне, пожалуйста. Потому что я, честно говоря, не знаю, что в нашей жизни есть такое, что действительно можно быть уверенным на 100%. Мне правда интересно, может быть, кто-то знает ответ на этот вопрос. Поэтому прошу вас, напишите, пожалуйста. Так что брак с этим мужчиной очень даже будет удачным, обеспеченным, счастливым, еще и по судьбе. А вот. Карты здесь предупреждают вас, что не обращайте вы внимания на других женщин. Пусть они там пытаются добиться его, а он будет добиваться вас. Поэтому, ну, может быть, даже где-то, вот вам как подсказка, да, что может быть даже где-то и побыть нужно снежной королевой, да. Для того, чтобы мужчина вас добивался. Давайте посмотрим теперь на маленьких картах имя мужчины. Описание я вам рассказала, да. Итак, смотрим. Имя мужчины. И имя на L начинается. Ну, тут выпало две карты, честно говоря. L и M, девочки. Ну, вот случайно я пыталась вытащить одно. Выпало две. L и M. L это может быть и Леонид, и Алексей. Потому что краткое имя, да, Леша. На M, Максим, Михаил. Ну, напишите, очень приятно, кстати, когда вы в комментариях пишите имена, которые вам знакомы. Потому что я называю только русские имена. Но много девочек смотрят данный расклад, которые знают мужчин с другими именами. Это и США, да, и Австралия. Это и Казахстан, и Украина. Много разных имен. И даже стран, которые, ну, я имею в виду девочек, которые на личные консультации обращаются, даже все перечислить не могу. Конечно, Германия, Польша. Даже все, все и не упомню. Потому что есть такие страны, которые мне, например, мало знакомы. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы знаете имена на эти буквы L и M. Буквы вам видно? Давайте я вот так покажу. Потому что на слух буквы тяжело воспринимать. Поэтому я вот так вам покажу буковки. И для кого-то может проиграться, что это будет имя и фамилия даже. А вот. Так что пишите, девочки. Посмотрю потом, какие имена. Но это вы пишите не только для меня, но и для таких же девочек, как и вы. Вот, которые, может быть, кто-то вспомнит своего знакомого с таким именем, да. И поймет, о ком идет речь. Так что здесь именно вот такой расклад. То есть мужчина в вашем окружении есть. Мужчина действительно вам идет для серьезных отношений, для брака. Но через два года, девочки. Ну, то есть отношения серьезные начнутся только через два года. Но к браку вы придете. Ну, по колеснице это быстро. Долго будете начинать. А дальше уже все будет быстро. Обратите внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам в ваших личных отношениях или в других сферах жизни. Также есть видео на исполнение любых желаний, очень сильные. И различные видео, которые ответят на все ваши вопросы. И переходим теперь ко второй позиции. Итак, для тех, кто выбрал вторую позицию, первая карта это Если сейчас на данный момент в вашем окружении мужчина для серьезных отношений с перспективой брака. Ну, я хочу сказать, что нет такого мужчины на данный момент в вашем окружении. Такого мужчины на данный момент в вашем окружении нет. Но здесь карта говорит о том, что близко совсем, да, к вам новые отношения, новый союз любовный. Пока именно любовный союз. Для кого-то это может проиграться, что вы уже в паре, да, то есть карта говорит, что вы уже, возможно, в паре. И это и есть как бы ваш спутник, да. Но карта не говорит здесь, что он именно вам по судьбе. Просто говорит о том, что у вас как бы есть сейчас на данный момент какой-то любовный союз, который, может быть, вас не совсем устраивает, но он есть. Вот. Ну, давайте посмотрим все-таки, где, когда, какого вы встретите мужчину для серьезных отношений с перспективой брака. И первый вопрос зададим, где. Где вы встретите мужчину для серьезных отношений с перспективой брака. Итак, где? По семерке Пентакли. Это могут быть такие места, как сады, парки, любые места, где растут фрукты, овощи. То есть, любые места, где можно собирать урожай. Это могут быть какие-то плантации, конечно же. Может быть, зимний сад, да. Мы же все живем с вами в разных местах. Поэтому, на самом деле, могут быть абсолютно разные места. Но, конечно, связанные со сбором урожая, с фруктовыми деревьями, с любыми деревьями, собственно. Ну, это может быть и открыто. Это могут быть дикие деревья, да. Но при этом какие-то имена, которые приносят фрукты, ягоды, да. Ну, то есть, плодовые деревья. Бывает такое, что, да, сами по себе бывают врушенные сады какие-то. Ну, зависит от того, где, в какой местности вы проживаете. Ну, я думаю, вы меня услышали. Ну, это могут быть и какие-то там выставки, скажем, да, фруктовые деревья. Если вы проживаете в крупном городе, например, у вас там нет никаких садов, то там могут быть какие-то выставки. Какие-то уникальные деревья, к примеру. И теперь смотрим дальше, когда вы встретите мужчину для серьезных отношений с перспективой брака. Ну, по четверке Пентаклей, девочки, это через 4 года. Ну, сразу вам говорю, что у всех проиграется по-разному. Кто-то встретит через 4 года, кто-то через 4 месяца. По той же четверке Пентаклей. Дальше смотрим. Какой будет мужчина? Давайте посмотрим. Меня этот расположен тоже очень интересует. Вот он самый вышел. Ну, смотрите. Мужчина будет, во-первых, молодой. Моложе вас лет на 5-10, если вы старше 30 лет. Если вы младше 35 лет. О, 30, простите. Если вы младше 30 лет. Потому что Паш, это мужчина, младше 30 лет зачастую. Но если вам, к примеру, 50 или 60, то имейте в виду, что мужчина младше вас лет на 5-10. Но если вам самой меньше 30, то здесь мужчина может быть вам ровесник. А может быть даже старше вас, если, к примеру, вам 25, а ему может быть 28. То есть здесь немножечко по-другому. Дальше. Мужчина светленький. Это светлый шатен. Вот как на карте, да. Светлорусые волосы, например, светлопепельный цвет волос. Ну, любой оттенок светлых волос. Голубые либо зеленые глаза. Мужчина чувственный. Мужчина, который любит заботиться. Очень интеллигентный, галантный. Веселый, добрый. Интересный. Щедрый. Любит заботиться. Любит заботиться. Любит дарить подарки. Вот такой мужчина интересный вам идет. Именно для серьезных отношений девочки. И те, кто старше. Ну, ничего страшного, что мужчина моложе на самом деле. Потому что на возрасте, вот из практики я точно знаю, что на возрасте, девочки, зацикливаетесь только вы. Мужчина никогда не думает. То есть ему женщина либо нравится, либо не нравится. Мужчина никогда не думает о возрасте женщины. То есть для него такие критерии. В этом мы зачастую комплексуем. Поэтому, если вы к этой мысли привыкнете, то все будет замечательно. Еще девочки некоторые просили сделать расклад, когда мужчина моложе. Я в каждом раскладе проговариваю. Если выходит мужчина моложе, то я проговариваю. Вот здесь мужчина действительно моложе. Давайте посмотрим перспективу брака с этим мужчиной. Ну, смотрите, по тузу кубков. Ну, во-первых, и двойка кубков, и туз кубков. Говорит в первую очередь, конечно же, о любовном союзе. Но по тузу кубков и брак, помолвка, свадьба, также возможны. Конечно же. Я хочу сказать, что несмотря на то, что вы встретитесь с этим мужчиной через 4 года или 4 месяца, к браку вы придете. То есть предложение он вам сделает очень быстро. Насколько счастливым будет брак с этим мужчиной. Ну, как-то вот он так вам с чувствами. Вот вы от него закрыты, совсем закрыты. И вам захочется найти какого-то еще мужчину. Ну, вот. И вообще, как-то такие, как бы, мужчина к вам с чувствами, с заботой, да, с серьезными намерениями. С предложением о браке. А вы к нему спиной, в чувствах закрыты. Поэтому предложение это он вам сделает. Вопрос, как вы на него ответите, на это предложение. Согласитесь ли вы выйти за него замуж. Вот если согласитесь, то тогда каким будет брак? Брак будет очень счастливым и надежным. Мужчина надежный. Ну, а если не согласитесь, как бы, это ваш выбор. По судьбе ли вам этот мужчина? Давайте еще посмотрим. Ну, не могу сказать, что по судьбе, но мужчина такой, не могу сказать, что очень обеспеченный, да. То есть по этим картам, которые есть, но очень работящий. То есть мужчина, который будет стараться зарабатывать деньги для того, чтобы обеспечить вам достаток. Но через край, конечно, денег не будет, да. То есть, ну, это же все в ваших руках. Чем больше вы ему будете давать своей бесценной женской энергии, своей любви, тем и подталкивать, может быть, даже где-то, верить в этого мужчину, да. То есть, наоборот, говорить, дорогой, я в тебя верю, у тебя все получится. Тем больше, конечно, он будет зарабатывать и больше будет стремиться делать для вас. Но здесь, скорее всего, я так понимаю, вы будете крутить носом именно потому, что мужчина не богат. Но, тем не менее, действительно, работящий действительно будет стараться очень много делать для вас. Так что, смотрите. Ну, любовный союз не будет точно. Вот карта прям выскочила. Это буковка В. Владимир. Вениамин. Владислав. Вячеслав. Ну, мне больше в голову не приходит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы знаете имена на букву В. Тем более, я называю русские имена. Много девочек среди моих подписчиков, среди зрителей канала из разных стран. Поэтому пишите те имена, которые знакомы вам. Итак, это буковка В. Это может быть имя, фамилия, буква в имени или фамилии. Но это только потому, что очень большая, конечно, аудитория. Поэтому у кого-то точно проигрывается именно имя. А у кого-то бывает имя, фамилия. У некоторых бывает даже отчество получается на букву, которую я вытаскиваю. Ну, по-разному, девочки. Так что... Собственно, собственно, ждите. Через 4 месяца для кого-то это будет 4 месяца. Для кого-то даже 4 года. Пока вы встретите вот этого своего принца. Для семьи и брака. Для серьезных отношений. Не могу сказать, девочки, что вам мужчина по судьбе. Но то, что для серьезных отношений, для счастливого брака, это точно. Также обратите внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые ответят на любые ваши вопросы. Помогут наладить личные отношения, улучшить все сферы жизни. Исполняют любые ваши желания. Там есть очень сильные видео именно на исполнение желаний. Вообще, заходите на мой канал. Заходите ко мне в гости. Буду очень рада. Конкурс, девочки, не забывайте. Конкурс проводится на моем канале под видео. Ссылочка. Под этим видео внизу в инфобоксе. Ссылочка на конкурс. Участвуйте. Голосуйте за различные темы. Будут ценные призы. Переходим к третьей позиции. Итак, третья позиция. Если сейчас, на данный момент, в вашем окружении мужчина для серьезных отношений с перспективой брака. И по старшему аркану сила, такого мужчины в вашем окружении нет. Но старшая аркан сила при этом сразу говорит о том, что вам нужно раскрыться, да, как цветочек. Раскрыть вашу женственность, привлекательность, сексуальность. Открыто смотреть на мужчин. Ну, часто я советую хотя бы начните мужчинам улыбаться. Спрашивайте что-то у мужчин на улице, в гипермаркете, в супермаркете. Не знаю, какие у вас там есть магазины, да. Не важно, просто начните хотя бы с мужчинами общаться для того, чтобы раскрыться и снять вот этот какой-то барьер с себя. Вот именно об этом говорит старший аркан сила. То, что вам нужно проявлять в отношении мужчин свою чувственность, женственность. Я не говорю показывать чувства прям всем подряд мужчинам, да. Но понимаете, когда женщина чувственная, это вот видно сразу, да. Либо женщина закрытая, либо женщина открытая, и она открыта для отношений в том числе. Это очень чувствуется, это все на уровне чувств. Это женщина хочет, когда она ищет себе пару. Причем смотря для чего. Мужчины, например, побаиваются, когда женщина настроена именно только на серьезные отношения, да. Все-таки должна быть какая-то игривость, какая-то легкость в отношениях. Тогда же вам же обоим будет легко в отношениях. И посмотрим теперь, где, когда, какого вы встретите мужчину для серьезных отношений с перспективой брака. Итак, первый вопрос. Где вы его встретите? Давайте посмотрим. И по девятке пентаклей, это такие места, во-первых, как сады, парки. Дальше. По девятке пентаклей, это могут быть какие-то офисы, что-то связано с работой. Это могут быть банки. Ну, в общем-то, и все. То есть, работа здесь тоже может быть. Возможно, вы его встретите даже там, где вы работаете. Ну, либо какие-то другие места работы, да, где люди работают, где люди связаны именно с деньгами. Это могут быть, например, офис, где находятся бухгалтера, например. Ну, мало ли, как вы пересекаетесь, да, с этими офисами. Это банки, как я уже сказала. Ну, любые другие места, связанные с деньгами. Либо это сады и парки. Ну, причем сады и парки, знаете, такие незаброшенные, да, а именно вот, то есть, это не открытая какая-то природа, а именно вот ухоженная, да, ухоженная, конечно. То есть, и парки такие, которые, вот, скажем, городской парк, да. Дальше. Когда? Когда вы встретите этого мужчину? Когда? Девочки, через три года. Да, ну, для кого-то это проиграется, как три месяца. И вторая карта тоже подтверждает, что, скорее всего, это место работы, да, то есть, как-то вот связано, вы все-таки будете именно по работе. Дальше. Какой будет мужчина? Давайте посмотрим. По старшему органу мир, это мужчина будет очень разносторонний. Действительно, мужчина, который будет совмещать в себе, ну, много прекрасных черт характера, честно говоря. Мужчина будет спокойный, уравновешенный, мудрый и умный, просто не по годам. Интеллектуально развитый мужчина, не способный на конфликт. Единственное, чего я не могу сказать по старшему органу мир, это о внешности мужчины, о знаке зодиака и возрасте, да, по старшему органу мир, потому что, действительно, старший орган мир, ну, вот, просто совмещает в себе все, то есть, он может быть любого знака зодиака абсолютно. Просто мужчина действительно умный, интеллектуально развитый, спокойный, уравновешенный, ну, то есть, вот такие характеристики. Ну, посмотрим, может быть, он еще покажется, да, покажет свое лицо, выйдет сам, тогда я вам дополню описание. Посмотрим перспективы брака с этим мужчиной. Это что такое? Не могу вытащить одну карту, но пусть будут две. Два туза, девочки, два туза. Конечно, это прекрасно. Во-первых, страсть будет, да, страстный, бурный роман, вот, и, действительно, брак, брак обеспеченный, и здесь же я могу сказать, что мужчина обеспеченный достаточно. Ну, и пентакли, вот, и девятка пентаклей, и тройка пентаклей, говорят о том, что, да, мужчина будет обеспечен вполне, скорее всего, и по старшему аркану мир, и по двум тузам, скорее всего, при должности. Вот, кроме того, старший аркан мир, карта судьбоносная мужчина, идет вам по судьбе. Вот, и старший аркан силы, тоже карта судьбоносная, поэтому здесь, действительно, два старших аркана, два, две судьбоносные карты, два туза, причем, да, вот, сразу одновременно. Поэтому, действительно, будет обеспеченный брак. Но, вот, внешность мужчина так и не захотел нам свою открыть. Попробую еще. По старшему аркану императрицы, опять-таки, я не могу сказать о внешности мужчин. Но, то, что брак будет счастливым, и вы будете, будет именно законный брак, и вы будете счастливы, это точно. Внешность мужчины, все-таки, я хотела бы узнать, да, внешность мужчины. Ну, вот, по жезлам хочу сказать вам, что все-таки будет такой яркий, симпатичный мужчина. Вот, да, скорее всего, при должности все-таки. То есть, мужчина, который много работает при этом, да, то есть, действительно, много времени посвящает своей работе. Где-то, может быть, тяжело ему по десятке жезлов, да, тяжелого ножа он на себя свалил. Может быть, не обязательно каким-то именно начальником, да, может быть, бизнесменом. Ну, и по старшему аркану мир тоже может быть именно свой бизнес у мужчины. Вот, поэтому, да, достаточно ему тяжело. Ну, огненные знаки зодиака, это чаще всего мужчины светленькие. Рыжие, либо белокурые волосы. Но, учитывая, что он так и не хочет показываться, девочки, я не буду утверждать, что именно вот светлый цвет волос, да, ну, как именно вот рыжие или белокурые, но, скорее всего, светлые. То есть, не черные волосы, вот, скорее всего, светлые все-таки. Либо светлый шатен, либо прям рыжие или белокурые, да, по огненному знаку зодиака. Вот, огненный знак, это овен, лев, стрелец. Но, девочки, по старшему аркану мир на вопрос, какой мужчина, все-таки там сочетает себя старший аркан мир. Разные знаки зодиака. Поэтому, вот, сам мужчина лично так и не показался. Не соизволил он здесь в раскладе заявить о себе. Поэтому, вот, очень даже условно я вам могу внешность описать. Ну, яркий, яркий лидер, конечно. Вот, яркий такой энергичный, активный по жизни, да. Мужчина, который добивается, даже если трудно, добивается всегда своих целей. Ну, вот, и вас тоже будет добиваться. Вот, то есть, будет проявлять инициативу к вам. Но встреча состоится через три года. А брат, я бы сказала, где-то через год. То есть, получается, будет страстный роман. И где-то, где-то приблизительно через год, после того, как вы встретитесь, будет законный брак. Законный брак для вас будет счастливым очень. Вы будете довольны и счастливы. Вот такой идет мужчина. Но для этого, еще раз вам повторяю, нужно раскрыться. Опять-таки, через три года, да, я сказала, что у некоторых, все-таки, эта встреча произойдет через три месяца. Вот такой будет мужчина. Дальше, теперь я возьму маленькие карты и посмотрим имя мужчины. Имя мужчины. Как же буду звать мужчину? Вот две карты. Имя будет. Нет, все-таки две девочки. Ну, это может быть, ну, во-первых, потому что аудитория большая. Вот карты прям у меня сегодня выпрыгивала по две. Либо на Э, либо на Ю. Либо это может быть имя и фамилия. Либо это обе буквы в имени или фамилии. На Э, Эдуард, например. Девочки, напишите, пожалуйста, и для меня, и, может быть, даже не столько для меня, сколько для других девочек. Да, какие имена есть на Э еще и на Ю. На Ю, например, Юрий. Да, ну, вот мне вот так быстро другие имена в голову не приходят. Ну, я учитываю еще и то, что много девочек из разных стран. Напишите, какие вы знаете имена на букву Э и на букву Ю. Вот такие буковки в имени вашего мужчины будут. Ну, я же говорю сам лично, он все-таки не захотел, не захотел показать свое лицо. Будет сюрприз, девочки. Ну, мужчина очень достойный, конечно. Так что не ждите, да, когда ждете, блокируется ситуация. Не ждите, займитесь как раз-таки своим собственным раскрытием. Для этого есть, посмотрите в том же Ютубе, например, мантры, да. Мантры на раскрытие женственности, сексуальности. Это очень приятно. Вечером, когда перед сном, да, можно и засыпать под них. Можно на телефоне включить мантру, надеть наушники и, в принципе, полежать 5-10 минут, слушая эту прекрасную мантру. Ну, берите именно не на любовь, а именно на раскрытие, как цветочек. Вы должны раскрыться. Ну, и начинайте взаимодействовать как-то с мужчинами, да, не закрывайтесь. Чтобы у вас был открытый взгляд, открытая улыбка. Это тоже очень-очень важно. Вы, конечно, тем самым привлечете вот такого прекрасного мужчину в свою жизнь. Ну, здесь он вам и по судьбе, как бы. Что значит по судьбе, девочки? Почему-то многие из вас думают, что если по судьбе, то это, значит, мужчина, с которым вы проживете всю жизнь до самой старости и умрете в один день. Но это не так. Наша жизнь действительно переменчива. И по судьбе это говорит о том, что судьба дает вам прекрасный шанс заключить брак с этим мужчиной, встретить его, заключить брак и жить счастливо. Говорят еще, что судьбу никак не обойдешь, судьбу никак не прозеваешь. Да, мужчина точно будет. Но я же не могу в картах увидеть. Здесь, да, мужчина идет именно симпатичный. Но вкусы же у всех разные. Мало ли, бывает так, что встречается именно тот мужчина, которого я предсказала. Ну, вот что-то не нравится девушке в нем. Вроде симпатичный. И действительно, как бы все, что я описала, совпадает. Но при этом вот, ну, не нравится. Ну, не складываются отношения. Хотя, в принципе, все есть, да. И перспектива брака, и мужчина звонит, и пишет, и подарки дарит. Но не нравится. Ну, по-разному бывает. Ну, вот, поэтому смотрите сами, думайте сами. Встреча точно будет. Мужчина, для серьезных отношений с перспективой брака вам идет. Брат будет счастливым. Так что не ждите, но встречайте своего принца. Обратите внимание также на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам наладить ваши отношения, улучшить любые сферы жизни, ответят на любые ваши вопросы и помогут исполнить абсолютно любые ваши желания. У меня много очень сильных видео именно на исполнении желаний. Смотрите, загадывайте. Получайте дары от Вселенной. И еще, девочки, с 1 марта конкурс проводится на моем канале. Ссылочку на конкурс смотрите внизу под этим видео. В инфобоксе участвуйте. Будут ценные пляжи. Так что присоединяйтесь, голосуйте за другие темы также. А я перехожу к следующей позиции. Это четвертая позиция. Так, смотрим. Есть ли сейчас, на данный момент, в вашем окружении мужчина для серьезных отношений с перспективой брака? И сейчас, на данный момент, в вашем окружении такого мужчины нет. Но, я так понимаю, по девятке кубков, что какой-то мужчина вам очень-очень даже нравится. Скорее всего, коллега по работе. Судя по этой карте, которая выпала. Итак, посмотрим, где, когда, какого вы встретите мужчину для серьезных отношений с перспективой брака, девочки. Так, смотрим. Первый вопрос. Где вы встретите этого мужчину? И по старшему аркану суд. Это, конечно, в первую очередь суды. Это может быть полиция, конечно же. Любые офисы, где находятся юристы. То есть, все, что имеет отношение к суду, в первую очередь. Дальше. По суду также любые офисы. То есть, какие-то крупные офисы. Ну, понятно, что я не считаю офисом там, где сидит, к примеру, один человек, да, или там какая-то маленькая компания. Я имею в виду, какие-то крупные компании. А вот. Дальше. Второй вопрос. Это когда? Когда вы встретите мужчину для серьезных отношений с перспективой брака. И по восьмерке пентаклей это через восемь месяцев. Может, конечно, для некоторых проиграться быстрее, через восемь дней. Вот, девочки. Но для кого-то это может быть и через восемь лет. Ну, по крайней мере, то, что говорят карты. Хотя вот по, как бы, по сочетанию карт максимальный срок все-таки по суду это два года. По старшему аркану суд. Но встреча судьбоносная. Причем, вот по старшему аркану суд, во-первых, мужчина из какого-то прошлого. Что значит мужчина из прошлого? Девочки, очень часто вы мне задаете вопрос в комментариях. Это не мужчина, с которым у вас были какие-то отношения. Это, ну, как-то вы когда-то пересекались. Может быть, ходили в один детский сад. Может быть, как-то пересекались по работе когда-то. Может быть, подружка познакомила там вас с каким-то другом, так, мимолетом, да. И вы больше никогда не виделись. Ну, разные, вот в практике разные ситуации. Ну, просто, скажем, мужчину вы видели хотя бы раз в жизни. Это уже мужчина из прошлого. То есть как-то, каким-то образом, в прошлом вы хотя бы раз пересекались. Вот. Здесь еще и смотрите, взаимосвязь идет все-таки по работе. Либо вы сами связаны с какой-то юридической деятельностью, да, возможно. Вот. Я вижу, что по работе именно идет у вас. То есть встретитесь вы именно на работе. Как-то вот по работе пересечетесь. Но срок достаточно большой. То есть минимум это 8 месяцев. Вот. Дальше. Какой будет мужчина? Давайте посмотрим. Вот. По четверке Жезлов. Ну, во-первых, мужчина такой яркий, яркий, энергичный. Мужчина, который либо часто ездит в командировке, либо любит путешествовать. Энергичный, активный, жизнерадостный, страстный. Вот. Сложно, конечно, именно по четверке. А еще мужчина очень такой, знаете, несмотря на то, что он любит путешествовать, любит какие-то вот поездки, перемены в жизни, да, при этом в личной жизни он очень любит и ценит стабильность. Поэтому, честно говоря, вот здесь и по вот этим картам, да, то есть карта законного брака, карта работы, достатка, да, вот. И четверка Жезла, то есть по сочетанию этих карт. Хочу сказать, что мужчина действительно хочет серьезных отношений. Вот. Готов вкладываться в эти отношения. То есть действительно, как бы, очень серьезно настроен. И, конечно, ему бы хотелось именно с вами путешествовать, да. Ну и здесь еще по четверке Жезлов я еще что, девочки, хочу сказать. А, скорее всего, вот этот мужчина из прошлого, не обязательно, что у вас с ним были отношения. Но, возможно, что, невозможно, а, скорее всего, по четверке Жезлов, что мужчина очень давно вас влюблен. Вот что я хочу сказать. То есть он очень давно вас любит, но как-то вот вас судьба, видимо, разлучила. Вот он появится. Появится через 8 месяцев именно мужчина из прошлого, о котором вы, возможно, давно забыли. Дальше. По огненной стихии скажу, что это знаки зодиака Овен, Вер, Стрелец. Мужчина, скорее всего, у которого рыжие либо белокурые волосы, светлокарие, либо серые глаза. Вот такой мужчина. Давайте посмотрим перспективу законного брака, хотя я ее и так уж и вижу. Но как-то вот он к вам с чувствами, а вы закрыты. Не знаю почему. Ага, вот он сам появился. А здесь, смотрите, мужчина другой. То есть, скорее всего, вы будете закрыты в чувствах. У вас на тот момент будет какой-то другой мужчина. Так что это не этот мужчина появился. Это другой мужчина. Поэтому вы будете, когда ваш мужчина по судьбе появится, вы будете закрыты в чувствах. Потому что вы будете в других отношениях. Либо вы будете замужем, либо просто в отношениях с другим, серьезным мужчиной. Но это другой мужчина. Это мужчина, у которого черные волосы, темные глаза, тоже серьезные. Но по судьбе вам идет именно вот этот мужчина из прошлого. Он появится и перевернет всю вашу жизнь. Дальше. Все-таки перспективу законного брака. Я хочу увидеть. Да, все-таки соперник. Здесь будет двое мужчин. У вас и оба достойные. Но вот этот светленький идет по судьбе вам. И мужчина давно вас любил. А это тоже с серьезными намерениями. Но будете выбирать. Здесь карты говорят, что выбор за вами. Хотя, хотя вот этот мужчина из прошлого вам реально по судьбе. Все-таки хочу увидеть перспективу брака именно вот с этим мужчиной и со светленьким. Ну, вот он такой, знаете, хотя я вижу брачную карту бракового по судьбе. Но почему здесь восьмерка пентаклей на вопрос когда. Дело в том, что мужчина, видимо, где-то далеко. Возможно, проживает в другом городе, в другой стране. Встречи будут редкие приезды, отъезды. Мужчина такой, ну, вот как я уже сказала, любит путешествия, вот, командировки, любит свободу, хотя настроен серьезно. Но останавливать его будет по большому счету все-таки, все-таки ревность. Ревность, потому что вы будете, скорее всего, либо в браке, либо в каких-то серьезных уже отношениях, будете закрыты в чувствах. Но в итоге, в итоге все равно будет ли у вас брак с этим светеньким мужчиной из прошлого. Да, девочки, брак вам все равно по судьбе с этим светленьким. Но долго вы будете к нему идти. то есть, будет у вас еще черненький мужчина, также с ним будут серьезные отношения или брак. Но по судьбе вот упорно карты мне говорят, что идет именно вот этот светленький мужчина, он будет проявлять инициативу очень долго. Восемь лет вы будете к этому идти в итоге. То есть, появится он раньше, проявит себя, да, ну, долго очень будете, а брак будет счастливым в итоге потом. Но за это время, за это время вы еще, еще успеете выйти замуж. Ну, да, для того, чтобы с этим светленьким был брак счастливый, вам придется разрушить отношения с этим черненьким мужчиной. но не выдавать него, не убежите. То есть, будет, будет все это тянуться, в итоге все равно вы выйдете за него замуж. Вот. Это будет законный брак и очень-очень счастливый. Вот что я вам хочу сказать. Что ж это за мужчина из прошлого? Давайте посмотрим, как его зовут. Это мужчина из прошлого. А имя на букву З. Честно говоря, мне не приходят имена на букву З. Ну, это может быть имя, может быть фамилия, девочки. Ну, напишите в комментариях, какие вы знаете имена мужские на букву З. Вот. Вот такой мужчина. Так что подумайте, в принципе на букву З. Вот так сразу я не могу даже вспомнить ни одного имени, по крайней мере русского. Поэтому имя достаточно редкое. Я думаю, вы догадаетесь в итоге, что же это за мужчина из прошлого. Ну, как бы там судьба не складывалась, то есть мне карта очень много здесь, конечно, показали. Но в итоге все равно вы будете с этим мужчиной, который вам идет по судьбе. Хотя за это время, еще раз говорю вам, что за это время у вас еще будет черненький мужчина, очень серьезный, очень тоже достойный. Но другая стихия абсолютно, это стихия земли, мужчина обеспеченный при должности. Вы еще за него успеете выйти замуж, либо будете в серьезных отношениях, то есть возможно совместное проживание, но в итоге все равно выйдете за этого светленького замуж. Встретите, скорее всего, через 8 месяцев, а выйдите за него замуж через 8 лет. Так что ну вот такая интересная судьба. Ну получается, что судьба вам дает вот этого мужчину судьбоносного именно для счастливых отношений, ну вот через такой длительный промежуток, то есть очень долго вы к этому будете идти. Ну ничего. Ну опять-таки девочки, кто-то будет действительно 8 лет идти, кто-то решится, ведь мы же сами по большому счету сами строим свою судьбу, потому что мы постоянно делаем выбор, постоянно что-то решаем, да, я так понимаю, что вам и с этим мужчиной в принципе будет неплохо, да, возможно вы 8 лет прекрасно будете жить с этим черненьким, да, а потом через 8 лет возможно просто ваши отношения уже придут к логическому завершению и тогда вы позволите уже начаться вот этим отношением. Ну так бывает. Обратите внимание на подсказки, которые появляются вверху, это ссылочки на другие мои видео, которые помогут вам улучшить ваши отношения, ответят на любые ваши вопросы, помогут наладить события во всех сферах жизни, исполнить все абсолютно ваши желания, потому что там есть очень сильные видео именно на исполнение желаний, посмотрите их обязательно. И также девочки помните, что с 1 марта на моем канале проводится конкурс на лучшую тему. Внизу под этим видео ссылочка на конкурс. Переходите по ссылочке, голосуйте за другие темы, пишите свои, но помните, что один комментарий, одна тема. Ну а теперь как всегда девочки, счастливая карта для вас. А то в последних видео не было счастливой карты, теперь счастливая карта для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео. Можете также загадывать желания, но небольшие, которые легкие, быстрые в исполнении на эту счастливую карту. Кроме того, я расскажу, какие в ближайшее время вас ждут прекрасные события. Прекрасная карта весна, пора любви, цветения, да, вот, и вы расцветете как розочка, да, как цветочек, раскроетесь, будете счастливы. Испомнятся, конечно, по старшему аркану императрицы все ваши желания. Скорее всего, вам захочется заняться собой, навести красоту. Кто-то займется прической, кто-то посетит спа-салон, кто-то сделает маникюр, педикюр, кто-то приобретет новый наряд. Так что займётесь однозначно красотой, а также скорее всего вам очень захочется заняться обустройством дома, возможно, рабочего места, то есть красоту захочется наводить везде. Кроме этого, ещё будет у вас прилив энергии, сил, и действительно душа начнёт расцветать, то есть вы будете просто светиться изнутри, благодаря тому, что вместе с весной конечно же в душе тоже расцветает такой цветочек, солнышко подаёт нам энергию, энергию для красоты, для творчества, и радость, радости, конечно, у вас тоже будет достаточно, и вообще вы станете довольны жизнью, всё вам будет казаться лучше, любые события, любые отношения, потому что вы сами будете прекрасны, и душа у вас будет петь, то есть в душе всё тоже у вас будет прекрасно, тем самым естественно, когда вы начинаете светиться изнутри, вы будете привлекать других мужчин, а я искренне от всей души девочки желаю вам конечно же счастья, радости, удачи и удовольствия, с вами была Алена Ариес, до скорых встреч в новых видео, пока, пока,